Откроется уже через несколько дней. На стадионе «Сокол» подходят к концу работы по благоустройству футбольного поля и беговых дорожек. Напомним, воссоздать здесь многопрофильный спортивный центр предложил глава региона. И уже этим летом спортивную площадку начали реконструировать. За последними приготовлениями наблюдала Анастасия Куклева. 2.26 вложить трубки подогрева поля. В понедельник, в вторник мы прессуем коллектор, изолируем сварные стыки, проектное положение среда четверг. И, собственно, главная задача – это с первого числа полностью подготовить к укладке. С первого ноября, да? Ну да. Народная стройка подходит к концу. Еще месяц назад сдача стадиона «Сокол» была под вопросом. Рабочим за ноябрь нужно было успеть очень много – отремонтировать трибуны, крышу и фасад, а также положить искусственный газон. Губернатор просил строителей поторопиться. Виздача объекта назначена на конец ноября. За месяц стадион преобразился. Сейчас его не узнать. Здесь уже стоят новые трибуны, размечены поля и почти докрашены осветительные опоры. Футбольное поле уже готово. Здесь постелено искусственное покрытие. Это хорошо тем, что траву не нужно стричь и поливать. Играть на таком поле можно даже зимой. Новая футбольная площадка будет с подогревом, благодаря чему искусственное покрытие может выдержать перепады температур от минус 35 до плюс 45 градусов. Поэтому на таком газоне можно будет играть сразу после дождя, не дожидаясь высыхания поля. Кроме футбольного поля на стадионе «Сокол» установили хоккейную коробку. Но использовать ее можно не только для игры с шайбы. Площадка универсальная. Здесь есть футбольные ворота, баскетбольные кольца и можно натянуть волейбольную сетку. Также на площадке можно играть и в гандбол. Поэтому функционировать коробка будет круглый год. И пользоваться стадионом смогут все жители города. Стадион уже больше 45 лет, поэтому он реконструируется. В областную собственность он поступил летом 2014 года и началась реконструкция. Стадион предполагается использовать в первую очередь для нужд детей. Это дворовый футбол, это норма ГТО, это большие городские праздники спортивные, это районные праздники, областные, там кожаный мяч. Открытие футбольного поля планируется уже 28 ноября. Сейчас на стадионе ведутся последние подготовительные работы. Уже этой зимой саратовцы смогут посетить новую ледовую площадку. А весной здесь монтируют беговые дорожки и установят оставшиеся трибуны. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РНТВ, Саратов.